А! Ой, дерево упало! Господи! Наша березка! Ой! Рязань накрыла ураганом примерно в 6 вечера. Практически все районы одновременно. На картах это выглядело как один большой черный шлейф. Внезапность и скорость стихии буквально ошеломили жителей города и практически сразу стали поступать сообщения в информагентствах. На Затинной и Кудрявцево срывало железные листы с крыш. На большой упавшие деревья перекрыли выезд из Рязани в направлении корабляной Выжгорода. В этот вечер в МЧС, кажется, звонил весь город. Спасатели реагировали оперативно, а тем временем скорость ветра выросла до 17-25 метров в секунду. За прошедшие сутки в ЦУГС Главного управления МЧС России Паризанской области поступила информация о 84 случаях падения деревьев и конструкций в городе Рязани. В 24 случаях требовалась помощь сотрудников МЧС и аварийно-спасательной службы. Ситуация находится на контроле ЦУГС Главного управления МЧС России Паризанской области. Как сообщают на сайте городской администрации, ремонтные бригады вышли в ночь, но полная картина произошедшего предстала лишь с утра. На Чапаева 9 распилили упавшее дерево и убрали его с проезжей части. То же самое сейчас на Ленинского комсомола 28. На улице 2-я линия, 27, городскими службами проведена опиловка сломанных веток деревьев. И таких адресов сегодня десятки. Глава администрации Рязани Елена Сорокина побывала сегодня сразу по нескольким адресам. Первым делом мэр приехала к детскому саду номер 66, на территорию которого упала большая липа. И вот как раз эта хорошая липа у нас. Они все подают деревья, которые зеленые. А те какие сухие? Вот смотрите, они стоят. По сообщениям Рязанской мэрии, во время урагана оборвала линия электропередач примерно по 70 адресам. Пять бригад работали всю ночь и к утру свет дали на 25 участках. Всего же рязанские городские электрические сети получили 53 заявки. Обрыв проводов, отключение электричества преимущественно в частном секторе. Впрочем, восстанавливать пришлось не только подачу электричества, но и горячей воды. На улице Строителей 5 дерево упало на теплотрассу. Заложником инцидента стал многоквартирный дом. Дерево надо убирать, РМПТС сюда. Восстанавливаем трубу. Горячее водоснабжение у нас повреждено. Знают про это. Где бригада, Дмитрий Натальевич? Я бригады не вижу. Давайте бегом, бегом сюда, бегом. Управляющая компания убирает ветки, РМПТС устанавливает водоснабжение. Алгоритм действий городских служб сегодня понятен. Сначала очистка проездов к соцучреждениям. Затем уборка во дворах, но и здесь помогает управляющая компания. По прогнозам синоптиков, грозы сильными порывами ветра где-то на подступах к Рязани. Но на этот раз власти обещают их не пропустить. Все городские службы находятся в режиме повышенной готовности. Продолжение следует...